Здравствуйте! Вы смотрите телеканал Юрген. В прямом эфире программа «Случаи из практики» и я, Екатерина Борш. Сегодня у нас в гостях врач-педиатр Наталья Кораблёва. Наталья Николаевна, добрый день! Добрый день, Екатерина! Нарушение артериального давления считается взрослым заболеванием, но довольно часто оно встречается и у детей. Поэтому очень важно вовремя обнаружить его симптомы и провести необходимое лечение. Дорогие телезрители, телефон прямой эфира 5167-67. Звоните и задавайте вопросы. Наталья Николаевна, ну вот показания давления у детей и у взрослых, оно ведь отличается. Конечно, отличается. Не зря мы подняли такую тему, а вот как-то цифры можно назвать? Какие-то определенные цифры назвать очень затруднительно, потому что артериальное давление у детей, оно зависит не только от возраста ребенка, но и от пола ребенка, и, очень важно, от роста ребенка. Поэтому были созданы, разработаны специальные нормативные таблицы для определения артериального давления у детей, которые учитывают все. Но нужно сразу оговориться о том, что уровень артериального давления очень зависит от эмоционального состояния ребенка, от того, не замерз ли он перед этим, не перегрелся ли он перед этим, не было ли перед этим какой-то интенсивной физической нагрузки. Все это повлияет на уровень артериального давления. Поэтому давление нужно мерить. Приблизительно должен пройти час после физической нагрузки какой-либо тренировки. Желательно час после еды должен пройти. Должна быть спокойная обстановка, размеренная. Ребеночка нужно посадить на стул, желательно. А после двух лет измеряется артериальное давление, сидя и стоя. Это возможно, но это делает доктор по определенным показаниям. Обязательно локоток, руку опереть на стол или какая-то подставка, чтобы не было никакого напряжения. Следующее, что важно знать. Для определенного возраста нужны свои манжеты, которые накладываются на плечо, на нижнюю треть плеча. И эти манжеты зависят от объема самого плеча по возрасту. Поэтому если не учитывать это... То есть если взять взрослый, например, тонометр и обмотать его несколько раз... Абсолютно неадекватные цифры, очень заниженные цифры артериальное давление в этом случае мы получим. Поэтому доктор всегда знает, какую манжету для какого возраста необходимо взять. Столько условий. Ну вот насчет физической активности, ну я не знаю, может, полагаясь на собственный опыт. Но в поликлинике перед приемом врача-педиатра дети постарше, начиная как раз-таки лет с двух, носятся кукукорелые. Ну как вот, тогда это повлияет? Конечно. Безусловно, это повлияет. Это нужно учитывать. Поэтому маме дается рекомендация. Мама обучается измерению артериального давления у ребенка, если это необходимо. И потом очень важно сказать, что однократное измерение артериального давления ни о чем не говорит. Доктор измерит вам давление на приеме обязательно трехкратно. С интервалом, если ребенок спокоен, эмоционален, не напряжен, вот не бегал, как вы говорите перед этим, да, интервал между каждым измерением будет 2-3 минутки. Если что-то доктор смутил, то интервал 5-10 минут будет между каждым измерением артериального давления. И далее вот из этих трех цифрок доктор складывает и выбирает среднюю и верхнего систолического, и нижнюю. И вот этот показатель средний, он уже и сравнивается с возрастными нормативами по таблицам, да. А вот как часто нужно измерять давление, если ничего не беспокоит, и вот ничего не заметили, все в норме, какие-то показатели там? Каждый год, раз в год измеряется это давление, или может быть это раз в 4-5 лет? Принято педиатрам артериальное давление у детей первый раз измерить в 3 годика, затем за год до школы 5-6 лет, затем перед самым походом в школу 6-7 лет, затем после первого класса 7-8 лет, а затем 10-12-15 и в подростковом возрасте ежегодно. Нужно помнить о том, что повышение артериального давления, артериальная гипертензия, так называемая, чаще всего наблюдаются именно у подростков, именно у подростков, и практически треть подростков, даже 33-44, вот такие большие цифры повышения дают встречаемость артериальной гипертензии среди подростков. А почему стоит вот столько внимания уделять этому? Вот мы подняли тему не просто так. Чем опасно это повышенное или пониженное артериальное давление? Измененное, да, не норма, патологическое. Вот только что говорилось, подростки очень часто имеют повышение артериального давления. К сожалению, каждый третий подросток, который имеет повышенное артериальное давление, в последующем его трансформирует, то есть оно переходит в гипертоническую болезнь. Это очень многое. Это на всю жизнь не получается. Об этом нужно знать. Поэтому относиться к повышенному артериальному давлению у подростка нужно относиться достаточно серьезно. Что касается артериальной гипотензии, то есть пониженного артериального давления относительно нормы по возрасту, полу и росту, она очень ухудшает качество жизни. Ребенок будет жаловаться на недомогание, слабость, он будет плохо переносить даже умеренные физические нагрузки, ему тяжело учиться в школе. То есть качество жизни это очень резко снижает. Поэтому, безусловно, и пониженным артериальным давлением тоже нужно заниматься. Влияет очень сильно на состояние сосудов. И, соответственно, на разные органы влияет, поэтому не стоит запускать. Сердце и сосуды в нашем с вами организме, так же, как и в организме любого ребенка, сердце работает как насос. Сосуды как магистрали, как транспорт крови ко всем органам, тканям каждой клеточки. Для того, чтобы клеточка получила кислород и питательные вещества. И чтобы было осуществлено это тканевое дыхание, нужно определенное давление, которое и создает сердце, сосуды и тот объем крови, который по сосудам движется. А вот как-то выделить группы риска, вот какие дети подпадают под возможность заполучить такое заболевание? Конечно. Прежде всего, наследственная предрасположенность. Нужно собирать семейный анон. Наследственность во всем играет роль? Во всем. Во всем, безусловно. И если вегетативный портрет, как правило, ребенок копирует от мамы, то повышенное артериальное давление чаще от папы. И вот по линии папы. Хотя, может быть, и иначе. Считается, что высокий риск составляет та ситуация, когда мама имеет или родственники по линии мамы, в близкой степени родства, имеют гипертонию, которая началась, дебютировала раньше, чем в возрасте 65 лет. И со стороны папы в возрасте ранее, чем 55 лет у отца. Наследственная предрасположенность – это самое главное. Это определенная группа риска. Второе – это курение. К сожалению, мы вынуждены, даже мы, педиатры, вынуждены говорить о курении. Рекомендации для детей. Да, как факторы риска развития артериальной гипертонии. К сожалению, по Российской Федерации средний возраст начала курения у детей очень маленький, очень низкий, всего 11 лет. Поэтому об этом нужно помнить и об этом нужно говорить. Такими темпами идет формирование вообще в целом организма. Да, безусловно.